В Туимском провале погиб 54-летний дайвер из Томска, президент клуба аквалангистов Наяда Михаил Журавлёв. Он совершал плановое погружение на 20 метров, неожиданно ушёл на большую глубину и не вышел из дайва. Это произошло 12 июля. Экспедиция университета началась 6 числа этого месяца. За две недели водолазы планировали исследовать Туимский провал, открыть и разметить новый затопленный вход в штольню, взять пробы воды и грунта, а также снять фильм. Вот что сообщалось в группе в день трагедии. Сегодня на третий день погружений в Туимский провал в оборудованном для погружения месте произошёл несчастный случай. Руководитель клуба по невыясненным причинам неконтролируемо ушёл на глубину более 40 метров. В этом месте глубина вертикального спуска 75 метров. Экстренный поиск не дал результатов. Экспедиция должна была стать первой по уровню сложности погружений для Томской области и сравнимо с погружением в Северный Ледовитый океан. Например, дайверам предстояло сделать декомпрессионную остановку на глубине 6 метров. В течение часа провести в воде при низкой температуре в подвешенном состоянии, чтобы собрать специальную конструкцию для погружения на более экстремальную глубину. Особенность Туимского провала в том, что вода здесь даже в июле не превышает 1 градуса. Дайверам также предстояло выяснить, с чем связана эта аномалия. Погружение, во время которого произошел несчастный случай, не относилось к категории технических. Пропавший аквалангист погружался в привычном ему комплекте снаряжения. Само погружение являлось разведывательным, совершалось на небольшую глубину для проверки видимости и условий под водой. Уже при подъеме на поверхность аквалангист начал неконтролируемо погружаться вниз. У Журавлева огромный опыт погружений в различных условиях. Занимался дайвингом больше 35 лет. Для поисков аквалангиста привлечены специалисты МЧС из других регионов. Тело обнаружили на глубине 74 метров. Вчера была попытка профессионального водолаза подъема, утонувшего аквалангиста, но не получилось. Поэтому отложили нас до следующих выходных. Со слов группы, которая участвовала при подъеме, что он был в полном снаряжении, запутан в снаряжениях, в том числе веревками. Официальная причина гибели аквалангиста пока неизвестна. Следственный комитет начал проверку. Ольга Барловская, РТС.